Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Биткоин падал до 60 тысяч долларов, альткоины продолжали сквозить вниз и даже золото пошатнулось, хоть и не так сильно, как все остальные, всего на пару процентов. По моему мнению, это дает нам хорошие возможности в ближайшие 1-3 месяца. Начнем с того, что произошло и обсудим перспективы. Но сначала не забудь поставить лайк, это очень хорошая мотивация для меня. Поставил? Большое спасибо за поддержку. Итак, Доу Джонс обвалился на 475 пунктов. S&P 500 испытал худший день с января 2024-го. Даже акции JP Morgan упали на 6% после того, как банк опубликовал результаты за первый квартал 2024-го. Банк заявил, что чистый доход может немного не дотянуть до ожидаемого аналитиками уровня в 2024-м. Генеральный директор Джейми Даймонд также предупредил о сохраняющемся инфляционном давлении на экономику. Цены на нефть снова начали расти. И если этот рост продолжится, инфляционный кризис ухудшится, говорит Джейми Даймонд, что может повлиять на решение ФРС США о снижении процентной ставки в этом году. Есть некая скрытая тайна за этим взлетом золота в последние месяцы. Я думаю, что одна из самых важных причин этого кроется в Иране, а также в странах из альянса БРИКС, которые покупают золото, готовясь, во-первых, к запуску своей собственной валюты, обеспеченной золотом, а также к тому, о чем даже вслух говорить не хочется. Некоторые страны на этом фоне возвращают золотой стандарт. Я думаю, что мы можем увидеть больше таких случаев в будущем. Иран все-таки запустил сотни ракет и дронов по Израилю. Над Ближним Востоком в это время закрыто небо. Страх и неопределенность привели к падению криптовалютного рынка и традиционных рынков. Джейми Даймонд предупреждает, что эта ситуация может привести к инфляции, а войны могут сбить планы ФРС США. Я могу сказать, что как бы это цинично не звучало, но если США будут втянуты в прямой конфликт с Ираном, они не будут больше волноваться об инфляции. Печатный станок будет работать вовсю, что хорошо для биткоина. На данный момент Иран заявил о завершении своей операции и о нежелании ее продолжать, по крайней мере до тех пор, пока Израиль сам этого не захочет. Поэтому рынку пока что можно выдохнуть. Естественно, конфликты на этом не закончатся, но обрати внимание на эту таблицу. Такие моменты в целом хороши для покупок. Это показатели фондового рынка во время войны на картинке. И как ты можешь заметить, на краткосроке от 1 до 3 месяцев могут быть просадки, но затем рынки не только восстанавливаются, но и хорошо растут. Хм, 1-3 месяца. Это здорово совпадает с этим графиком альткоин-циклов. Альткоины достигли дна в начале февраля. Альткоины распродавались возле халвинга биткоина. Альткоины достигнут дна в начале лета. Что уже меньше, чем через 3 месяца. Нужно немного потерпеть. После четвертой волны будет пятая. Давай рассмотрим состояние биткоина на данный момент. Это биткоин Ньюпол. Он отражает нереализованную прибыль и убыток. Лучшее время покупать биткоин наступает тогда, когда эта метрика находится в зеленом диапазоне. И лучшее время продавать, когда она находится в красной зоне. И как ты видишь, мы еще не в этой зоне. Мы только лишь в оранжевой. По аналогии с прошлыми циклами, нахождение в этой оранжевой зоне не означает немедленного краха цены биткоин. Более того, биткоин в этой зоне вполне себе растет и растет очень сильно. Например, вот здесь. Вот, например, вот здесь. Индикатор зашел в оранжевую зону где-то в декабре 2016. Однако биткоин продолжал расти вплоть до декабря 2017. И мы только-только вошли в эту оранжевую зону в феврале 2024. И на самом деле коррекция цен на рынке сейчас полезна для того, чтобы этот индикатор опустился как можно ниже. Ведь тогда места для роста будет еще больше, а рост будет продолжаться дольше. Посмотри, мы даже до зоны капитуляции не дошли на этой коррекции. Индикатор MVRV – это деление рыночной капитализации биткоина на нереализованную капитализацию. Рыночная капитализация – это умножение общего количества монет на цену каждой монеты. А нереализованная капитализация – это умножение количества монет на цену каждой монеты на момент последней транзакции в сети. Немного разные вещи. И как мы видим, биткоин продолжает сталкиваться с сопротивлением на этом уровне. На отметках предыдущего исторического пика. Но как показывает MVRV, это нормально. В 2017 году вот здесь и в 2020 году вот здесь, биткоин также столкнулся с некоторыми трудностями именно на этом этапе, именно на этой линии сопротивления. Однако после преодоления этого уровня начинался четвертый этап бычьего рынка, о котором мы уже говорили в прошлых видео. Puel Multiple или мультипликатор Puel. Этот показатель оценивает, сколько зарабатывают майнеры по сравнению с ценой 365-дневной скользящей. Если он находится выше единицы, то майнеры зарабатывают выше среднегодового заработка. Когда этот показатель находится в зеленой зоне, время агрессивно покупать биткоин. Но когда он взлетает до красного диапазона, пора задуматься о том, чтобы начинать фиксировать прибыли. И как ты видишь, мы только на полпути к этой красной зоне. Новые активные адреса биткоина. Пики предыдущих циклов, как ты видишь, совпадали с агрессивным ростом этого показателя. Сейчас этого роста не наблюдается. Мы просто находимся в каком-то коридоре отсюда досюда. Это не выглядит для меня как сигнал на продажу всего и вся прямо сейчас. Вот когда мы здесь увидим прострел, подобный этому или вот этому, тогда и стоит задуматься. Но самое интересное, что по сравнению с 2023 годом этот показатель практически не вырос. Мы просто находимся в коридоре. Посмотри на это. Адреса кошельков с разными балансами, но не больше одного биткоина на кошелек. Обрати внимание, что количество этих адресов по сравнению с прошлым 2023 годом совершенно не изменилось. Но вот что изменилось. Количество адресов с балансом более 10 биткоинов. Обрати свое внимание, оно уменьшается где-то с октября 2023. То есть киты с балансами около 700 тысяч долларов и больше продают. Посмотри на количество кошельков с балансом более 100 биткоинов. Оно остается неизменным. С балансом более 1000 биткоинов практически то же самое. Лишь недавно мы увидели небольшой прыжок. С количеством более 10 тысяч биткоинов мы видим падение. Однако это не медвежий сигнал. Обрати внимание, что было в прошлом цикле. Цена биткоина росла и росла. Но этот показатель падал и падал. Потому что киты с балансом более 10 тысяч биткоинов фиксировали свои прибыли. Они продавали, 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 продавали. И где-то после второго пика цены биткоина они начали накапливать, покупать биткоин. Сейчас они снова продают. Итак, смотря на эти графики, в основном мы видим боковое движение в коридорах. Без заметных скачков или падений. Иными словами, анчейн информация показывает, что биткоин еще не достиг пика. Хотя некоторые индикаторы перегреты, но коррекция и нужна была для того, чтобы рынок остыл. А теперь я хочу рассказать тебе о том, почему Китай станет той страной, которая раздует второй пик биткоина в этом цикле. Азия идет. Гонконг одобрит спотовые биткоин-этфы. Южная Корея одобрит спотовые биткоин-этфы. Китайские управляющие активами запустят спотовые биткоин-этфы. И, кстати говоря, Гонконг, кроме биткоин-этфа, планирует запустить и спотовый эфириум-этф, который может быть принят даже раньше американского. Итак, американские ETF подняли цену с 38 тысяч долларов до 73 тысяч долларов за монету. Но что сделают китайские? Если говорить про объемы криптовалютных бирж в Китае и в Америке, то в Азии они на порядок больше, чем в США. А точнее, в 8 раз больше. В 8 раз больше. Обрати внимание на эту табличку. Общее предложение биткоинов сейчас составляет 19,7 миллиона монет. Но если исключить из этого числа те, которые не двигались последние 3 года, мы получим 10 миллионов. Те, которые не двигались последний год, мы получим 4,5 миллиона монет. И угадай, что американские спотовые биткоин-этфы выкупили 19% из этих монет. Если объемы в Китае и Азии выше 8 раз, сколько процентов выкупят они? Сингапурская компания Matrixport в своем отчете отметила, что только китайские инвесторы готовы вложить до 25 миллиардов долларов спотовые биткоин-этфы в Гонконге. И вот что интересно. Американские спотовые этфы уже привели к рекордному чистому притоку капитала в биржевые криптовалютные продукты ETP. Посмотри на этот график. Но это же очевидно, какой огромный скачок после запуска спотовых биткоин-этфов в США. Спустя 2 недели после этого запуска люди писали, что это катастрофа, цена падает. Но посмотри, что произошло спустя 70 дней торговых дней этими ETF-ами. К чему тогда приведет Азия? Страшно себе представить. Ванек, один из управляющих активами, который запустил спотовый биткоин-этф, заявил, что 90% потока в ETF-ы до сих пор поступает от розничных инвесторов. Это важно отметить. Получается, что институциональные инвесторы, хоть и рекордно зашли в биткоин, но до сих пор не раскрыли свой полный потенциал. Это даже пугает. Американские банки покупают биткоин. American National Bank с активами на сумму 637 миллионов долларов купил биткоин. И вот еще один, не американский, но канадский. Royal Bank of Canada с активами на 6 миллиардов долларов купил биткоин. И множество других. Вот эти институционалы, например, в совокупности имеют 17 миллиардов долларов под управлением. И все они купили биткоин. И все это накануне халвинга, который произойдет спустя 4 дня. К чему приведет халвинг? К сокращению дневного выпуска монет с 900 биткоинов в день до 450. И представь себе это так, как будто бы уже через 4 дня запустят новый спотовый биткоин ETF, который гарантированно будет выкупать из рынка по 450 биткоинов в день. Это и есть влияние халвинга. Посмотри на эту таблицу. Эта таблица показывает, сколько в среднем покупают или продают спотовые биткоины ETF. BlackRock покупает в среднем 4269 биткоинов в день. ArkInvest 704 биткоина и так дальше. С учетом продаж Grayscale, спотовые биткоины ETF покупают в среднем 4158 биткоинов в день. Получается, что они в день забирают из рынка в 5 раз больше, чем добывают майнеры. А теперь представь себе, что будет, когда у Grayscale закончатся биткоины на продажу. Они уже продали половину. И если при этом тренд продолжится, то мы получим 9044 биткоина в день. Это первое. А второе халвинг через 4 дня, который сократит дневную эмиссию биткоина. Это будет означать, что только в США спотовые биткоины ETF будут выкупать в 20 раз больше, чем добывают майнеры. Добавь сюда Азию, которая уже идет. Китай, Гонконг, Южная Корея. Это просто жесть. Мне жаль людей, которые этого не знают. Посмотри еще и на этот график. Какой огромный скачок вот здесь. Что это такое? Это спрос на биткоины напрямую у майнеров с кошельков, которые их накапливают. Они не покупают на биржах, не покупают на ATC площадках. Они покупают напрямую у майнеров. Вот предложение вот здесь. И вот спрос вот здесь. Впервые в истории спрос превышает предложение со стороны майнеров. И это только спотовые ETF-ы в США. Скоро будет Азия. Кстати, насчет майнеров. Они, естественно, пострадают после халвинга. Кто-то выйдет из бизнеса. Кто-то обновит оборудование на более энергоэффективное. Но на это потребуется время. Так что майнеры могут привести к краткосрочным падениям рынка во время и после халвинга. Потому что, возможно, им придется продавать свои резервы, чтобы покрывать появившиеся расходы. Для того, чтобы они оставались прибыльными, цена биткоина должна будет вырасти до 80 тысяч долларов за монету. Но не только банки и финансовые институты меняют отношения к главной криптовалюте. Но и целые страны. Сенат Парагвая изменил свою позицию по отношению к биткоину и майнингу. Они собираются использовать избыточную энергию для добычи биткоинов. Сенаторы также собираются пересмотреть запрет майнинга в стране. В Южной Корее дружелюбная биткоину партия выиграла выборы. Они полны решимости разрешить в стране спотовые биткоин ETF-ы для покупки отечественными инвесторами. Бутан также готовится к халвингу и собирается увеличить свои мощности по майнингу биткоина. Более того, Forbes сообщает, что Бутан майнит биткоин с 2019 года. Мистер 100, как называет этого криптовалютного кита, который покупает 100 биткоинов в день, продолжает накапливать биткоины на регулярной основе. В сети уже задаются вопросами, а кому принадлежит этот кошелек? Ходят слухи, что это небольшое национальное государство. Либо Катар, либо ОАЭ. Которая покупает 100 биткоинов в день и уже накопила биткоинов на более чем 4 миллиарда долларов. Правда это или нет, но мы уже видим, как Сальвадор, Парагвай, Южная Корея, Бутан меняют свои отношения к биткоину и к биткоин-майнерам. И даже Китай находит лазейку через Гонконг. Эта игра выходит на государственный уровень. Посмотри на диаграмму хешрейта биткоина и спроси себя, а не майнят ли его и другие национальные государства прямо сейчас? Почему нельзя купить биткоин напрямую вместо того, чтобы майнить? Если у тебя есть излишки энергии, но ты не хочешь ослаблять свою валюту, печатая и покупая биткоин напрямую, просто майни биткоин. Конвертируй излишки энергии в ценность. Это как раз то, о чем говорит Парагвай. Они хотят использовать излишки своей энергии на майнинг биткоина. Как итог, ты можешь превратить свои энергетические ресурсы в биткоин, не ослабляя свою валюту, а также иметь резерв биткоинов на случай, если вдруг понадобится немного долларов, например, для стабилизации курса своей национальной валюты. Иными словами, все выглядит довольно оптимистично. Даже для стран выгодно иметь биткоин. И я поэтому по-прежнему верю в светлое будущее биткоина. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok